Ютуб могут закрыть, поэтому мы берём Эндердога, мы не рискуем, мы рискуем, мы не сын, очень всё предельно просто. И делать выводы, и конечно же, мои талантливые прогнозы. Ну, со сменалом всё понятно. Скриньте. Потом не пишите, что не знали, там пропустили, или ты записал видос после турнира, как вы любите писать. Всем братва, здорово, вы на моём канале. Скорее всего, Бусти, и уже потом в Телеге, и ВКонтакте. Я сниму ролик за две недели до турнира. Карта уже собран, поэтому можно его обсуждать, говорить и делать выводы, и конечно же, мои талантливые прогнозы. Короче, сейчас карт появится вот здесь. Бам! Не, магия монтажа. Вот. Смотрите, у нас карт проходит где? У нас он проходит в Англии, в Манчестер, в Манчестере. Вот, в Англии, в Манчестере он проходит. Очень много у нас местных звёзд понасували, дали им разных там, ну, около дебютантов, либо бойцов с одним боем, но мы по ним пробежимся очень быстро, почти без аналитики и всё такое. Просто так, кого выбираем, почему, в двух словах, а вот на интересных боях мы, конечно, остановимся подольше. Всё, можно начинать. Конечно, мы начинаем с главного боя вечера. Это Эдвардс против Билала Мухаммада. Это у нас реванш. Конечно, у нас будет на канале большой прогноз, где я уже разберу более детально всё, как вы любите. Антропометрию, опыт кардио, борьбу и ударку. Но, в первую очередь, у нас сейчас как будто бы Билал Мухаммад... Нет, Леон Эдвардс у нас как будто бы сейчас недосягаем. Его бороли лучшие борцы дивизиона, ничего не смогли сделать. Его били сильные ударники, ничего не смогли сделать. И самое главное, что тут очень всё предельно просто. В ударке. В ударке Леон очень крут. Он мало пропускает. Аккуратный, сильно бьёт. Может нокаутировать, как мы знаем. Он может нокаутировать в пятом раунде. То есть у него остаётся этот скилл, эта мощь. Тайминг. Помним про хайкик в пятом раунде с Усманом, который нам отвечает на все вопросы. Но не суть. Конечно же, он, по сути, типа решенатор. Он почти все бои заканчивает судейским решением. Но почему? Потому что он просто нерисковый. Он такой на верочку. Двоечку пробил, отошёл. У него очень крутая точность. Он очень мало пропускает. И это просто его стилёк. Но на самом деле мы помним, что он в дебюте... Ой, не в дебюте. Там вообще скажу точно. Он в начале в UFC отметился чем? Отметился нокаутом за 8 секунд. Это был его второй бой. Ну вдумайтесь, да? То есть явно чел это умеет делать. Просто не стремится, так скажем. Может ли он пропустить? Да, может. Но его шатнул кто? Нейдиас. Но на самом деле Белал, это тоже у нас не нокаутёр. Он ещё жёстче решенатор. И то, что он нокаутировал Шона Брэдди, это ничего не говорит. Это просто там залетела баночка. Мы говорим тоже как бы по его всей статистике. И по сути у нас два решенатора. Но у нас есть явный один ударник. А другой ударник посредственный. Такой себе. Ну средненький. Явно в стойке у Леона скилл выше. Это запомнили, зафиксировали. И теперь борьба. Как бы все думают, что Леон... Ой, Белал Мухаммад его заборет. Да с херали он его заборет. То есть этот чел, Леон, то есть прошёл... Смотрите, его бороли джитсеры. Такие как... Сейчас, секунду, секунду, секунду. Гуннар Нельсон. Очень крутой джитсер. Ну тот же Рафаэль Досантос. Ну ладно, это такой себе джитсер. Сирона его борол. Кстати, у Сирона получалось. Но потом его борол Усман. Ну дважды, да? Колби Ковингтон. То есть кардиомашины, вольники. Он всех прошёл. Это не то такого, что типа... Как Конор Макгрегор получает Хабиба. И всё, конец. Потому что стиль убивает его. Что по итогу? Блять, я спешу опять. Буду сейчас экать, икать. Поэтому давайте чуть-чуть темп снизим. Чтобы было более размеренно. Так вот. Если в борьбе... Ну явно в борьбе Белалд его не удивит. Потому что он слабый в этом плане боец. Это не Хабиб какой-нибудь, который... Да, он с ними тренируется. Но все говорят, что он там выполняет функции этого... Воду, короче, носит. Ну он не такого калибра борец. И за год ты борьбу там за два не подтянешь на такого уровня, чтобы переехать Леона. Я вам говорю. Вы не удивляйтесь, если Леон начнёт бороть его. Или Леон залезет сверху в гард и будет его бить. Вообще не удивляйтесь. Ну и последний аспект, это что? У них был бой три года назад. И там Белал... Забейте. Он был в ударке. Как-то настолько... Как-то плохо, что... Один хайкик... Кстати, там хайкик первый залетел очень серьёзный. Перед, короче, ещё до Усмана. До нокаута с Усманом можно было заметить, что там он его бьёт и бьёт мощно. И как будто бы Белал там был... Ну не новичком, но на уровень ниже точно в ударке. Поэтому я не знаю, за счёт чего он будет побеждать. Кардио нет, в ударке хуже, в борьбе тоже нет. И либо равно, либо... Леон вообще может его удивить. То есть Леон переборол Колби. Вдумайтесь. Леон сделал больше качественных переводов, чем Колби. Да, он упирался в пах, но этот бред давно не засчитывают. То есть Леон удивил, когда заборол и вышел в гард с Усманом. То есть этот чел... Ну честно, это уникум. Потому что от ударки и стать вот таким вот, это, ну, это редкость. То есть мы помним только такого Сен-Пьера, да, который начал там бороть. Этот не начал бороть, именно что в каждом бою прям раскатывает по борцовской теме. Но он даёт жёсткое сопротивление. Он лютый, лютый контр-борцуха. Вот. И ещё может тебе как бы отвечать переводами, да, и не только их блокировать. Ну, я это имею в виду. Поэтому я здесь вообще не вижу шанса для Белала. Вообще. Этот чел не чемпионского калибра. Вот что я хочу сказать. Ну и в принципе, да. Ну, что сказать. Ну, то, что оппозиция была где-то получше, да, сейчас вот последние бои у Леона. Ну, типа тоже, да. Многие скажут, что Камар Усман уже не тот. Но опять же, когда они выходили... Вот я по себе скажу, они когда выходили на первый бой... Я не помню свой прогноз, но мне сейчас кажется, что я не верил в Леона. Я шансы ему не давал. Я пересмотрю его. Возможно, я там был на Стардамусом. Но, по-моему, я ему не давал шансов. Ну и что с ним случилось? А второй бой? Типа вообще забейте. Короче, поэтому здесь Леон и точка. Вкусно и точка. Поэтому выбираем Леона. Что по коэффициентам? Давайте чекнем сразу быстренько. 1 на 44 нам не нравится, да, потому что очень мало. Росписи еще нету за две недели до турнира. Но досрочно брать Леона тоже хреново. Потому что они же, возможно, сцепятся в обнимку и будут стоять весь бой. И Леон там будет аккуратно по очкам вывозить пытаться и все. Понимаете? То есть и здесь для ставки это немножко некрасиво. Потому что 1 на 44 в принципе мало. Можно взять в экспресс. Ну, такое себе. Но я думаю... Короче, со ставкой мы определимся в прогнозе уже в телеге. То есть в железку или в экспресс подумаем. Потому что могут коэффициенты подняться. Роспись красивая появится. Может, мы там возьмем Леон. Не знаю, там победит решением. Или в третьем... Ну, там... Или в пятом-четвертом раунде. Там будет кэп-двоечка. Ну, то есть там... Ну, на паре, в принципе, почему они прикольные. И почему они мои спонсоры. Потому что у них большая роспись. Поэтому мы определимся это уже ближе со ставкой. Поэтому сейчас можно пока ничего никуда не ставить. Ждите. У нас еще будет присуха. У нас еще будет вешалка. И поэтому мы сейчас пристрелялись. А дальше уже разберемся. Едем дальше. Том Аспинел против Кертиса Блейдса. Здесь тоже у нас интересный бой. Это реванш. В первом бою Блейдс капитулировал травмой. Ну, боя не было. Это можно ничего. Выводов мы никаких не сделаем. Но зато мы можем сделать выводы, что Блейдс у нас хорошо борется. Он очень быстрый. И явно он либо выходит на свой пик, либо он сейчас на своем пике. Что по Блейдсу? Блейдс у нас явно не на своем пике сейчас. И, скорее всего, он с него начинает потихоньку скатываться. Какое было бездарное поражение Павловичу. Типа вообще забейте. То, что он нокаутировал этого, ну, так сказать, анскильного, как там его звали, забыл. Столько это позорище. Жилтона Алмейду нокаутировал. Но это было здорово. Это был эликсир настоящий. Такой, знаете, который мне придал, наверное, 5 лет жизни. Потому что я так хотел, чтобы это одеяло кто-то нокаутировал. И вот он его локтями вот так вот забил. Но что мы видели с Павловичем? Он не смог его перевести. В первую очередь из-за бездарной подготовки этих тейкдаунов. Вот это тупо наклонился и в ногу идет. Ну, это вообще безумие. И он медленный. И даже Павлович это видел. И даже Павлович его срубал. Что не сделает? Разве этого не сможет повторить Аспинел? То есть он еще более скоростной. Он еще больше эти тейкдауны быстрее будет замечать. Он сможет удивить его каким-нибудь сабмишином. Или просто нокаутировать. То есть, как мы знаем, нокаутирующая мощь у него имеется. Он вырубил, собственно, Павловича. Он точнее. Он быстрее. И он в борьбе ему не то, чтобы не выступит. То есть, Аспинела тоже никто не борол еще, да? Но, как бы, может ли он повторить успех Павловича? Да, может. Он на пике. Он такой дышащий боец. Быстрый. Слишком... Короче, у него слишком много ключей к победе. Назовите мне ключи к победе Блейдса. Их в разы меньше. Типа, попасть шальным ударом. Да хрен его знает. Но, типа, да, он может попасть. Кого там? Криса Докаса он нокаутировал. Ну, блядь, кто это? Поэтому что? Кертис Блейдс уже не покажет себя того, когда он, допустим, бил Джуниора Дусантоса, который там явно был уже старенький. Или раскатывал, ставил рекорд по тейкдауном над Сашей Волковым. Понимаете? Такого Блейдса уже мы особо не увидим. Мы увидели его с Павловичем. То, что он был медленный. То, что он проходит без подготовки. То, что он зажатый. То, что он удары там что-то кидает. И даже их Павлович видит. И хотя Павлович любитель пропустить. Но он их видел и защищался даже как-то там. Ну, а Спинел сейчас, это один из уникумов. Я считаю, это сейчас настоящий чемпион. То есть, Джон Джонс уже забейте. Ну, вы видели последние новости у меня в паблике, что его сейчас могут вообще на год арестовать. Поэтому его можно вообще забыть. Мне кажется, он либо не подерется, либо вот это вот смеучи, чем они где-нибудь там в прилимах, ну, какой-нибудь турнирчик возглавят прощальный. И оба уйдут. Понимаете? А Спинел это чемп. Сейчас я не вижу, кто его побьет. И, возможно, не знаю. Я, короче, потом тему развернул с Волковым Сашей в отдельном видосе. Я вижу, допустим, этот реванш, возможно, титульный. Ну, я хорошенько развернул в видосе про Сашу Волкова и Серила Гана реванш. Потому что этот бой уже запланирован. И, короче, ну, со Спинелом все понятно. У него больше ключей, он на пике, он быстрый, ну, и все то, что я сказал ранее. Поэтому здесь мы выберем Тома Спинела 100 пудов. Этот бой тоже, по-моему, на 5 раундов. Потому что за временный пояс, защита временного пояса, я не знаю, что это за безумие. Но оно вот так. Анга. Тома Спинел у нас 1.25. Это позорище. Но, я думаю, в принципе, да, срочно можно рассмотреть. Да и, в принципе, у нас же, по-моему, Тома Спинел не побеждал решениями, да? Сейчас, секунду. То есть, да, вдумайтесь, у него ни одного боя в UFC, да или, по-моему, даже в карьере. Да, ну, типа, у Чила ни одного боя не дошло ни до решений. Короче, здесь мы берем досрочку от Тома Спинела. Скорее всего, нокаут. Потому что задушить, ну, вряд ли, наверное, в тяжах вообще, в принципе, коэффициент душения сабмишенов очень маленький. Поэтому, я думаю, здесь, скорее всего, нокаут от Тома Спинела. Так, дальше. Все, тут все просто. Тут, как бы, далеко не будем ходить. Я еще этот бой тоже разберу, выпущу отдельный выпуск. И там просто вам постараюсь, наверное, эту точку зрения доказать более явно. Поэтому ждите. Не забудьте лайкнуть видосик. Так, Бобби Грин и Пэдди Пимблет. Здесь примерно такая же картина, какая у нас выше была. Грин уже не на пике. У него что есть? У него прикольная ударка. Он опускает руки. Бывает, пропускает. Бывает, засыпает, но очень редко. И пока ему удается удивлять. Я не знаю, за счет чего, за счет каких-то навыков. Он реально идет на плаву сейчас, хотя уже давно списанный материал. Вот посмотрите. Он... То есть Джим Миллер в последнем бою с ним не боролся. Вообще, вообще не пытался. И он был разбит в хлам. Джейлин Тернер его убил, понятно. Гранд Доусон. Вы помните этот лаки-панч за 30 секунд? Это безумие. Доусон-борцуха яркий, жесткий, крутой. Доусон в последнем бою разобрал Джо Салеки. Ну, хрен с ним. Демир Эсмоголов он борол. Он борол Марка Мэтсона, олимпийского борцуха греко-римского стиля. И этот чел улетает с одного удара от Бобби Грина. Ну, просто бой на шару. Он задушил Фергюсона. Ну, Фергюсон, понятно, у нас уже тоже списанный материал. Короче, вот такой вот чел. И если здесь Пэдди Пимблетт, который хавает очень много ударов в стойке, это для него проблема, будет бороться, то он, в принципе, его пройдет. Пэдди Пимблетт хорошо борется. Он джитсер средненький, хороший. Переводит он не лучшим образом, но Бобби Грина разве тяжело перевести? Короче, здесь я выберу Пэдди Пимблета тупо за счет борьбы. Если этот валенок не будет бороться, этот сын этого Плющенко, фигуриста, как там, Евгений Плющенко, правильно? Да, Евгений Плющенко, это его сын, он дерется, в UFC попал, пробился, в Англию переехал, и он должен бороться. Если он не будет бороться, я за него не отвечаю. Поэтому коэффициенты у нас что? Пэдди Пимблетт у нас андердог. Поэтому мы берем андердога, мы рискуем, мы не сын, поэтому берем андердога 29-летнего англичанина против старого закоренелого гангстера, которому 37 лет, и он, кстати, больше не Бобби Грин, поэтому не путайте, теперь он король Грин, он себе взял имя официальное Кинг. Вот такой товарищ у нас интересный, поэтому в Америке появился уже свой новый король. Вот так, едем дальше. Арнольд Аллен против... Сейчас. Арнольд Аллен против Гиги Чикадзе. Короче, что у нас здесь? Ну, все уже давно, наверное, поняли, что Гиги Чикадзе — это не чемпионский калибр от слова совсем. Гиги Чикадзе там сражается решением, побеждает кое-как Алекса Кассереса. Там был такой близкий бой, на самом деле. Они там махали ногами, ну, такое себе. Его жестко деклассировал, разбил Келвин Катар, да так, что тот на год пропадет. И вот сейчас тоже, кстати, год почти прошел, и Гиги не выступает. Не знаю, что с ним, но явно такого топа, крутого типа, как Арнольд Аллен, который уступил Мафсару Явлоеву и Максу Холлоуэю, а это чемп и, скорее всего, будущий чемп. То есть Явлоев реально крутой. Он на три раунда, он прошел Аллена. Возможно бы на пять раундов Аллен вернул должок, там, в чемпионских, да, этих. Но явно чел духовитый. Он умеет и бороться. Он крут в стойке. Он готов идти в зарубу. Там, в общем, полный набор навыков. Плюс будет биться также дома. Весь набор. Ну, объективно, весь набор. Гига, ну, типа, он всем стал понятен. Когда его давишь, он... Все его кики заканчиваются. Он, ну, типа, да, он нокаутировал там Каббас Вонс на какой-нибудь там, не знаю, Барбозу даже. Но это уже такие... Ну, это ветераны прям страшные. Такие ветераны уже замученные жизнью. Но Арнольд Аллен это топ. И явно Гига его не потянет от слова совсем. Ну, тут долго не буду говорить. Арнольд Аллен 1.4 идет. Скорее всего, здесь есть решение. Арнольд Аллен за 1.4. Ну, так. Типа, ставка дерьма. Почему-то на скрине у меня бой Букаускаса и Прачино. Ну, давайте посмотрим, что за типы. А, нет, давайте пока на них наплеем. И посмотрим на Монеля Капа и Макаева. Вот этот бой, наверное, самый-самый-самый-самый-самый сложный для меня в этом турнире. Потому что, я не знаю почему, я вечно недооцениваю Макаева. Ну, вообще. Мне кажется, его борьба сырой. Мне кажется, его ударка вообще никакой. Джиу-джитсу слабым. Мне кажется, он физически тоже слабым, худеньким. Но чел побеждает. И смотрите, он... Я думал, его побьет Алекс Перес. Но чел вообще ни хрена не сделал. Я думал, там, ему даст в борьбе оппозицию Тим Эллиот. Он тоже ни хрена не сделал. Че за жесть. Но Монель Кап... Это чем прайзена в прошлом. И сейчас он идет на серии с четырех побед подряд. У них прям, кстати, были закусы какие-то. Они там друг друга недолюбливают. Они там то ли где-то подрались на улице. Непонятно. Короче, кому проиграл этот Монель Кап? Он проиграл Пантоже, чемпиону сейчас, доминирующему чемпиону, да? И он проиграл Матеусу Николау раздельным решением в близком бою. Поэтому, кстати, на турнире, где бился Эдвардс и Белан Мухаммад в первый раз. Так вот. Монель Кап очень крутой и жесткий. Макаев тоже интересный. Но как бы он еще растет. Он молодой. Типа, знаете, ему еще добавлять можно или лет семь биться вообще там и набирать. Типа, чел родился в 2000 году. И, короче, вот сложный бой. Вот, ну, Монель Кап может ему на все дать ответы. Сможет ли его забороть Макаев? Тоже проблема. Вот это прям жесть. А не бой, хоть просто его закрывай и забивай. Макаев фаворит за 1.55. Кап 2.5. Ну, почему он такой фаворит? Я не знаю. Ну, типа, непобежденный. Ну, прикиньте, у Макаева раз, два, три, четыре, шесть боев в UFC и четыре досрочки все с сабом. Ну, это прям жестко. Надо пересмотреть бой с Пантожей. Посмотреть, как он его борол. Получалось ли его бороть. Как защищается. Просто я никогда этого Капа не разбирал. Мне было на него плевать. Поэтому я Макаева я как бы знаю. И вот как будет Макаев отвечать... Ой, Кап Манели отвечать, тоже хрен его знает. Побил уже Алгаса. Это как бы уже уровень. Можно пояс давать смело. Короче, давайте, наверное, пока что поверим в Макаева, потому что я в него шесть боев не верил. И он, короче, мне доказывал обратное. И, наверное, поверим в Макаева. Но это самый жесткий бой. И, опять же, ближе к турниру мы к нему поближе подберемся. Потрогаем его со всех углов. Посмотрим. Но, блядь, это самый сложный бой для меня. Я вот смотрю на них. Я их как бы, ну, знаю. Одного знаю хорошо, другого плохо. Блядь, ну, это прям жестко. Короче, выбираем Макаева. А дальше посмотрим уже ближе к турниру. Не могу ничего сказать. Но я не хочу лепить херню какую-то, лишь бы вылепить. Так, Букаускас и Прачино. Почему-то вот на этом моем скрине они в главном карте. Скорее всего, это бред. Они будут в прилимах. Но Прачино сейчас у нас что? Он у нас... Давайте, наверное, по этим всем боям. Я не буду даже время ваше тратить и свое. Потому что тут такая аналитика будет чистая. Я хотя бы как-то их чекну, изучу. Уже будем смотреть. Из интересных боев здесь остается, знаете, какой еще прикольный? Это у нас... У нас там замена произошла. У нас будет драться Кристиан Лерой Данкан против Грегори Родригеса. Родригес выходит на замену. Родригес это такой чел. Помните, у него такая была сечка лютая на лбу. Можно было глаз, как огру в Варкрафте вставить, и он будет так убегать. Вот. Жесточайший чел-убийца. У него нокауты такие страшные, что там вообще карьеры можно заканчивать. Но и этот Данкан, соперник его, это еще хуже. Это такой хитрейший чел, который будет тебя обнимать, кусать там, давить, в клинче держать. И когда он тебя замочит, он тебя там ударит и потрясет. То есть это такой противный чел. Я когда смотрел его бой с Тилюлином, я просто трясь от злости. Потому что, ну, вообще... Грегори Родригес выходит у нас на коротком уведомлении. Он может ударить, может нокаутировать кого угодно. Но Данкан такой же нокаутер. Тоже может финишировать там, да. У него тоже почти все бои закончились досрочно. Но он более хитрый. Такой мерзкий, липкий. И вот эти качества нужно всегда ценить. Поэтому я думаю, вот за счет своей вот этой смекалки, где он его подожмет как-нибудь бородой, будет локоточком ссувать. То есть Родригес такой прямой. Давай, типа, драться насмерть. А вот Данкан хитрый, понимаете. И он его, скорее всего, нокаутирует за счет своей этой вот хитрой смекалистости такой мерзкой. Поэтому тут возьмем Данкана. Остальные бои я выберу, знаете как, уже ближе к турниру. На них, потому что всем наплевать, как и мне тоже. Ну и, в принципе, оставим что-то для телеги, для контентика. И как бы хочу выдать более такую нормальную аналитику. Потому что, ну, здесь не хочу, короче, тратить время на эти все бои. Ноунеймов. Там по одному, по два боя в UFC провели. Поэтому, что у нас? Давайте, для видосика. У нас победа. Нет, заново. У нас победа Леона Эдвардса. У нас победа досрочная Тома Аспинелла. У нас победа Пэдди Пимблета за счет борьбы. У нас победа Арнольда Аллена решением судей. Он его просто переграет за счет борьбы и ударки. И у нас победа Макаева за счет его молодости и партера. Потому что все-таки Моноликапа я еще изучу. Этот бой самый тяжелый для прогноза. Но поверю в Макаева, потому что не верил в шесть боев. Надо бы хотя бы разочек в него поверить. Но изучу побольше ближе к турниру. Вот так. Скриньте. Потом не пишите, что не знали, там пропустили. Или ты записал видос после турнира, как вы любите писать в комментариях. Поэтому не пропускайте. Все. Всем нужно обязательно подписаться. Не знаю, где вы этот видос смотрите на Бусти. Потому что там будет у нас очень много контента выходить. Просто каждую неделю кучу всего буду снимать. Буду Бусти развивать. Потому что знаете, Ютуб могут закрыть. Могут закрыть все, что угодно. Вплоть до телеги. А вот Бусти у нас это такая платформа, где тупо закрепляйтесь. Вот допустим со мной. И мы с вами не теряемся от слова совсем. Поэтому подписывайтесь и ВКонтакте. Я группу веду, начал вести. Че уж поделать. Че уж поделать. И будем выживать. Все, пацаны. Всех обнял. Не прощаемся. Ждем хорошие турниры. Потому что перед UFC 34 будет турнир полное говно. Вот так. Все. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно. И шуточек вам сегодня не наваливал. Потому что был сконцентрирован на победных прогнозах. Поэтому ближе к турниру. Возможно еще и видосик запишу. Тупо для всех своих. Повеселимся. Все. Всем пока. Но это был такой булчидище. Просто ужасный был бой. Он лютый финишер. У него 20 побед. Я проиграл бой. Что за бред? Очень опасен. Но. Думаю, хватит. Вы можете уже скринить. Потому что потом будете опять писать. Что это что? Нахер такое. Я что-то подмонтировал. Возможно, я из будущего вещаю. Как ты все знал? Почему ты раньше не сказал? Руки поднять к бороде. И идти вперед. И идти вперед.